Это новости на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте. И коротко о главном сегодня. Два килограмма для первоклашек, четыре для десятых и одиннадцатых классов. Таковы санитарные нормы веса школьных портфелей. Во всех школах Череповца их взвешивают и выявляют нарушения. За процессом наблюдала Анастасия Хаткова. Сэкономить на депутатах решили в Законодательном собрании области. Областным парламентариям предлагают сократить число народных избранников, которые могут получать зарплату. Лауреата премии Барзии наградили сегодня в Череповце своеобразный Оскар в металлургии. Получили участники девяти авторских коллективов. Подробности в новостях на канале 12. В портфеле половина череповецких школьников тяжелее допустимой нормы. А это негативно влияет на здоровье детей. К таким выводам уже пришли в Управление образования Череповца. Хотя окончательные результаты акции «Взвесь портфель» появятся только в декабре. Сейчас с уверенностью можно сказать, что дети носят в школу много лишних вещей. За процедуру взвешивания наблюдала Анастасия Хаткова. Новый дом несу в руки, дверца дома на замке. Там жильцы бумажные, все ужасно важные. Ответ на этот вопрос у четвероклашек прозвучал незамедлительно. Всех расцветок и форм верные друзья школьников могут стать их врагами. Тяжелые портфели наносят вред осанке и формированию детского организма. Особенно в начальной школе. Поэтому по инициативе родителей и Управления образования Череповца в школах проходит акция «Взвесь портфель». У Кирилла перебор. Вместо положенных двух килограмм его портфель весит целых три. Лишнее решили поискать вместе с учительницей. У меня тетрадей очень много. И тетрадь по музыке, хотя этого предмета сегодня нет. И по кружкам, по внеурочной, и по окружающему миру, которого тоже сегодня нет. В итоге без лишних вещей вес портфеля школьника не превысил бы допустимую санитарную норму. Зачастую дети берут с собой все, что понадобится в течение недели, чтобы чего-нибудь не забыть. Следить за содержимым портфеля должны родители. Но иногда они не обращают внимания на большое количество тетрадей или слишком тяжелый пенал. Я складываю все по дневнику, потом мама открывает мой дневник и проверяет все, что я положил в портфель. Ничего ли я не забыл. Очень много тетрадок по тем предметам, которых сегодня нет. Зачем ты их с собой берешь? Я не знаю. Я просто привык, что у меня все лежит уже. Контролировать содержимое школьных сумок должны не только родители, но и педагоги. Ведь кому, как не учителю, знать, что должно быть на том или ином уроке у школьника. Мы делаем все от нас зависящее в образовательных учреждениях, чтобы каким-то образом минимизировать массу портфеля, затраты, которые ребенок несет, начиная с 1 по 11 класс. И сделать таким образом, чтобы и вещи, которые он приносит в школу, были ему не в тягость, комфортно были. И по максимуму, естественно, используясь в образовательном процессе. Организаторы акции «Весь портфель» планируют собрать данные со всех 45 школ города, проанализировать их и понять, как можно сделать портфели легче. Решением может стать установка шкафчиков в школах, письмов издательства с просьбами присылать учебные пособия в мягких обложках, переход на электронные учебники. Мы комиссией соберемся. Во-первых, посмотрим все, что напишет нам образовательное учреждение. Затем у нас будет городской родительский совет. Мы обсудим с родителями эту проблему, выслушаем, какие родители предлагают решение данной проблемы. Но еще раз подчеркиваю, решения должны быть конструктивными. Окончательное решение примут в декабре. А пока взвесить портфель из своих чат родители могут и дома, чтобы убедиться, груз знаний не повредит осанки ребенка. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Сохранить памятник маршалу Ивану Коневу в Праге призвал губернатор Олег Кувшинников. В СМИ появились сообщения о желании чехов снести монумент. Глава Вологодчина направил письмо мэру столицы Чехии с просьбой сохранить памятник Вологжанину, который участвовал в освобождении Европы. Он освобождал несколько стран, в том числе Чехию, Прагу, являлся почетным гражданином города Праги. Его памятник стоит в центре города. На сегодняшний день некоторые круги, некоторые политические деятели пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Молить заслуги советских солдат, в том числе маршала Конева, победе над фашистской Германией. Это недопустимо. Памятник нашему земляку, маршалу Ивану Коневу, был установлен на одной из площадей чешской столицы 45 лет назад. Однако в последние годы все чаще говорится о его возможном сносе. Периодические хулиганы устраивают акты вандализма. В Москве на заседании российско-чешской комиссии о взаимном содержании военных захоронений представители Минобороны выразили обеспокоенность по этому поводу. Об окончательных решениях чешская сторона до сих пор официально не заявила. Добавлю, маршал Конев участвовал в битве за Москву, в Курской битве и штурме Берлина. Законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе, обсудили сегодня в Законодательном собрании области. В региональном парламенте считают, что нужно воспользоваться возможностью и снизить расходы. Сегодня каждый из 34 депутатов может написать заявление, перейти сюда в Законодательное собрание и стать освобожденным депутатом. Правда, этим правом пользуются не все, но такая возможность есть. Мы считаем, что по опыту других регионов необходимо сократить количество депутатов, которые могут быть на освобожденной основе, наполовину, до 17 человек. Согласно законопроекту, право работать на постоянной основе получит председатель ЗСО и его заместители, не менее одного депутата от каждой политической фракции. Предположения народные избранники обсудили на заседании Круглого стола. Кроме того, документ был выставлен на общественное обсуждение на сайте ЗСО. Проект планируют рассмотреть уже на ближайшей сессии Законодательного собрания, которое пройдет 25 ноября. Предполагается, что закон начнет действовать после выборов нового состава ЗСО. Бесплатная многоканальная горячая линия 8800 по вопросам капремонтов может появиться на Вологодчине. Об этом стало известно по результатам заседания рабочей группы по капремонтам жилых домов. Оно состоялось сегодня в Законодательном собрании области. В совещании принимали участие депутаты областного парламента, руководство регионального фонда капитальных ремонтов, общественной организации и жители домов. До сих пор у многих в Вологжан остаются вопросы по работе системы. Люди звонят на горячую линию фонда капремонтов. В день поступают по 500 обращений со всей области. Это при том, что звонить приходится Вологду по междугородней связи. Чтобы снизить расходы жителей региона, предложено организовать горячую линию с помощью федерального номера 8800. Депутаты идею поддержали, собираются обратиться с предложением к правительству области, чтобы чиновники выделили на это деньги. Появление этого федерального номера необходимо для того, чтобы более качественно обслуживать наше население. Звонки, которые поступают с районов, они, как правило, платные. Приобретение этого номера предоставит возможность жителям дозваниваться бесплатно. Это актуально в преддверии следующего года, поскольку капитальных ремонтов будет производиться больше, чем в этом году. Ну и, соответственно, вопросов у жителей будет больше. Новый документ о дружбе, старое соглашение о сотрудничестве подписали сегодня ректоры Череповецкого госуниверситета и мэр города. По сути, это не совсем новое соглашение о продолжении старого. Однако в обновленной версии конкретно прописано направление, по которым город и вуз будут работать вместе. Мне очень приятно, что ЧГУ не стоит в стороне. Все вновь созданы технологические производственные полигоны, созданные с вашим непосредственным участием. Я вижу, как меняются образовательные программы, как они переориентируются под потребности не только крупного и среднего, но даже малого бизнеса. Подготовка квалифицированных кадров – основа экономической стабильности развития Череповца, отметил Юрий Кузин. Город готов предоставить для студентов ЧГУ площадки для освоения практических знаний. В процессе обучения будут участвовать и специалисты муниципалитета, а также документ предполагает реализацию совместных профориентационных программ, программ поддержки обучающихся, а также учреждения именных стипендий и многое другое. Свои программы, как образовательные, так и научные, и социальные программы, мы, конечно, ориентируем и на стратегию, и на решение самых сложных проблем. Ключевая из них, конечно, это сделать и развить Череповец как очень привлекательный и для молодого нынешнего поколения, для будущих поколений город, в том числе через представление качественных образовательных услуг. Металлургический «Оскар» вручили сегодня в Череповце. Премию академика Бардина получили 9 авторских коллективов. Торжественная церемония состоялась в Дворце Металлургов. Премию Бардина присуждают уже в 33-й раз, однако в этом году количество участников побило все рекорды. Какими разработками пополнилась инновационная копилка «Северстали» и в целом металлургическая промышленность, расскажет Вера Кучеренко. Зрелище впечатляющее, да и вообще металлургическое производство поражает воображение. И все это сделано человеческими руками. К большому счету металлургия в Череповце появилась благодаря одному человеку – Ивану Павловичу Бардину. Академик обосновал необходимость строительства завода не рядом с сырьем, а на пересечении транспортных потоков, то есть у нас. Лауреата премии Бардина по традиции награждают в день рождения академика. В этом году премию вручают в 33-й раз. И к 236 работам, которые стали лауреатами за эти годы, в 2015 присоединились еще 9. Премию Бардина присуждают за лучшие идеи производства технической или экономической деятельности. Лучшие работы отбирает специальная комиссия. И как не банально звучит, но в этом году было особенно непросто. В этом году рекордное количество работ. Только не будет один год. 42 работы. Рекордно нас было 36 работ в прошлом году. То есть мы с каждым годом наращиваем, наращиваем количество участников. А что же нового предлагают металлургической промышленности лауреаты? К примеру, один из авторских коллективов придумал, как снизить расход кокса на производство чугуна. Ухлеподготовительный цех – это первоначальное звено в цепочке. Мы провели большую работу по подбору шехтовых материалов. На самом деле, очень большая работа была проделана. Нашли оптимальный состав шехты, который позволил получать кокс более высокого качества. Ну и, соответственно, дальше по всем переделам снижались расходные коэффициенты, увеличилось производство чугуна. А еще одна работа посвящена освоению новейшей технологии нагрева дутья доминой печи номер 4. Так сходу понять трудно, но эти люди знают, а главное умеют применять на практике свои разработки. Кстати, общий экономический эффект составляет полтора миллиарда рублей. Польза для компании, а для участников – большой рывок вперед. Будем двигаться дальше, говорят лауреаты. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов. Новости. Школьные батлы в Череповце. Сегодня в городе стартовал проект партии «Единая Россия». На базе девятой школы собрались команды из шести учебных заведений, которые в современной форме решили выяснить, чем опасны нехимические виды зависимости. О вреде алкоголя и наркотиков говорят много, но психологи призывают серьезно относиться и к чрезмерному увлечению компьютерными играми и теми же социальными сетями. В рамках проекта школьники вместе со студентами смогут обсудить важные социальные проблемы, а то, насколько молодым людям удалось разобраться в вопросе, оценят члены компетентного жюри. Возглавил в суде заместитель председателя законодательного собрания Вологодской области Алексей Канаев. Как отметил депутат, нужно активнее формировать систему ценностей у молодежи и заниматься пропагандой здорового образа жизни. Новости на канале 12 еще не все. Смотрите во второй части выпуска. Вологодские медики отправятся к пациентам. Бригады врачей будут курсировать по районам области, чтобы помочь больным страдающим от сахарного диабета. Деревянную церковь восстановят за счет бюджета в Итигорском районе. Здание 1733 года постройки после реставрации станет новым туристическим объектом. Концерт одного исполнителя, всемирно известный музыкант и композитор выступил в Череповце, зрители смогли в полной мере оценить возможности русской балалайки. Об этом и не только после короткой рекламы. Далеко не уходите. Алло, это магазин инженерной сантехники «Сантехника Люкс». Да, мы открылись в Череповце на Октябрьском 49 дробь 1. У вас радиаторы есть? Есть. Очень большой ассортимент. А еще насосы, водонагреватели, счетчики воды, трубы и смесители. И все по очень хорошим ценам. «Сантехника Люкс». Выбор на 100%. В детстве я почти каждое лето проводил у бабушки в деревне. Днями напролет пропадал под открытым небом, а дома наслаждался бабушкиными деликатесами. Пирожки, домашняя колбаска, котлетки. Теперь я вырос. И к бабушке езжу уже не так часто. Но вот натуральные продукты предпочитаю до сих пор. Свои, местные. Северный градус. Ценим качество и поддерживаем местного производителя. Впервые в Череповце. Профессионал финансового рынка Юлия Афанасьева проведет 21 и 22 ноября семинар и мастер-класс. Поделятся секретами успеха при инвестировании денежных средств. Представитель учебного центра «Финам» в Череповце. ООО «Финам Череповец». Запись по телефону 30 22 35. С 4 по 15 ноября в «Ла-Ла-МТ-Ло» покупатели могут забрать шубы, куртки или дубленки бесплатно или получить щедрый подарок. Все зависит только от вас. ОСЕННИЙ ВАЛЬС и ОСЕННИЙ ВАЛЬС ПЛЮС. Новые выгодные вклады Банка БФГ КРЕДИТ. Высокие процентные ставки и привлекательные условия. Всегда ваш Банк БФГ КРЕДИТ. Самое важное для меня – это комфорт ванной комнаты и качественная, но доступная сантехника. Так, в H2O я купила унитаз-компакт «Сантех» с системой «Антипсплеск». Всего за 2890 рублей. H2O. Подробности. Череповец. Победа 93Б. 22 ноября. День рождения. Аквапарк «Радужный». Приглашаем всех. Весь день. Развлекательные семейные игры, аниматоры, конкурсы, призы, флэш-мобы, аквазумба. Череповец. Шексминский 4. Аквапарк «Радужный». Окунись в радугу ярких эмоций. Поиск «Бегам» активирован. Угловая шлифмашина дешево. Поиск выполнен. Угловая шлифмашина «Интерскол». Всего 2490 рублей. Подробности на сайте «Бегам.ру». Событие, которое соберет ценителей лучших украшений России. С 12 по 15 ноября. День рождения Костромского ювелирного завода. Ждем вас. Улица Столиваров 49 и проспект Победы 49. Возвращаемся к новостям. В Зышевсницком районе Череповца украли детские качели. Пропажу жителей дома по улице Носеткина обнаружили. В пятницу 13-го и с подобной проблемой череповщи не сталкиваются. Не впервые об этом они написали в проекте «Медиа-город». Журналисты газеты «Речь» выяснили у управляющей компании, куда подевались качели. Подробности вы узнаете из свежего номера издания. Узкие специалисты приедут на село. Выездная бригада врачей начинает работу в Вологодской области. В ее состав вошли эндокринолог, офтальмолог, невролог и кардиолог. Медики проведут осмотры пациентов с сахарным диабетом. Мы делаем это для того, чтобы приблизить специализированную медицинскую помощь в сельские населенные пункты. Сахарный диабет – это одна из таких очень важных проблем. В нашей области порядка 38 тысяч больных с сахарным диабетом, в том числе порядка 400 человек – это дети. Подбор специалистов не случайно. У больных с сахарным диабетом часто возникают осложнения с поражением сосудов глаз, ног, нервной системы. Первый выезд состоится завтра в Сокольскую больницу. Медики планируют принять около 60 человек. Пациентам нужно взять с собой дневник самоконтроля сахарокрови. До конца года врачи побывают еще в трех районах – Верховашском, Вологодском и Грязовецком. Добавим, выездная бригада создана с помощью частной медицинской организации, которая выполняет госзаказ в рамках ОМС. Сама медпомощь для пациентов будет бесплатной. А у вологодских новобранцев, которые отправились в армию, проблем со здоровьем нет. Во всяком случае, быть не должно. Накануне, во Всероссийский день призывника, 45 будущих солдат отправились на службу, но перед этим поучаствовали в торжественной церемонии в областном военкомате. Мы собираем здесь ветеранов, самих новоспеченных солдат, родных, которые отправляют своих детей в армию. Звучат напутствия. Сегодня в ходе дня наши молодые солдаты знакомились с военной техникой, которую представляли ДОСАФ и ОМОН. Проходят спортивные состязания. В общем, такие торжественные праздничные мероприятия. Курсанты Вологодского института права и экономики подготовили дефиле с карабинами и продемонстрировали приемы рукопашного боя. Для родителей будущих солдат была подготовлена экскурсия по комиссариату и праздничный концерт. После него вологодские призывники отправились служить в ракетные войска и части центрального подчинения. Добавим, весной ряды российской армии уже пополнили 1700 вологжан. Еще почти столько же покинут родной город по итогам осеннего призыва. Вологодская область в числе лидеров страны по производству лучших товаров, лауреатов и дипломантов. Конкурсы поздравили в областной столице. Предприятия нашего региона уже традиционно с успехом участвуют в конкурсе «100 лучших товаров России». Мы были и остаемся лидерами в северо-западном федеральном округе по количеству конкурсантов, лауреатов и победителей. Для нас это очень-очень приятно и я считаю очень достойно. Наш регион, несмотря на то, что он не самый большой регион по численности и по количеству предприятий в СЗФО, но он остается лидером и для нас очень важно и ответственно этот флаг нести дальше. Конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно. На протяжении 17 лет предприятия Вологодской области с каждым годом все активнее участвуют в этом состязании. В этот раз в региональном этапе приняли участие 35 организаций с 47 видами товаров. На федеральный уровень вышла продукция из продовольственной, промышленной, производственно-технической сферы. Вместе с тем эксперты высоко оценили услуги, которые предоставляются в нашем регионе. В общей сложности в номинациях «Лучшими» были признаны 17 видов «Вологодской продукции и услуг». Еще 23 отметили дипломами. Церковь в Итигорском районе станет туристическим объектом. Об этом заявил замгубернатор Олег Васильев во время посещения объекта. В деревне Палтега восстанавливают храм Богоявления Господня, который был построен еще в 1733 году. Памятник федерального значения в 2010 году был передан в пользование Кирилла Белозерскому музею-заповеднику. Сейчас эту территорию предлагают включить в туристический проект «Ватегория». На восстановление церкви из федерального бюджета выделено 32 миллиона рублей. Закончить работу специалисты должны к концу октября будущего года. Сейчас на месте церкви лишь фундаменты, первые венцы зданий. А раньше церковь представляла собой пятиглавые храмы из темной лиственницы сосны. В конце января 2009 года купола храма обрушились. К слову, 20 лет назад здесь работали студенты-историки во время археологической практики. Среди них был и нынешний замгубернатор Олег Васильев. Помню храм еще с куполами. Это была красотища неимоверная, потому что это, знаете, такие маленькие кижи. Маленькие кижи, это характерно именно северная архитектура деревянная. Потом я помню уже, к сожалению, с обрушенными куполами, когда купола уже лежали практически на остатках крыши и проваливались уже вовнутрь. Я надеюсь, что совместными усилиями мы это все сделаем. Банджи, гитара, клавесины и все эти музыкальные инструменты может заменить обычная русская балалайка. Но только при условии, что она находится в руках настоящего мастера и череповчане смогли убедиться в этом накануне во Дворце строителей в рамках проекта «Городские встречи» прошел концерт уникального музыканта и композитора Алексея Архиповского. На концерте побывала и наша съемочная группа. 45 минут, антракт и еще 45 минут. На совершенно пустой сцене, на небольшом возвышении он и его балалайка. И удивительная музыка, такая, что заставляет зрителя сопереживать, удивляться и восхищаться. Я ничего подобного, конечно, никогда не слыхала. И, в общем-то, и мне показалось еще, особенно вот в этой дороге домой, которая, там как бы вот всю нашу русскую душу какую-то, всю ее вытащили, и там и завывание вьюги, слышали, и капельки дождя, и одиночество страшное, и желание чего-то другого, и тоска такая. Ну, в общем, все на свете. Для меня это музыкант, который играет сердцем, в первую очередь сердцем, потому что руки и владение, конечно, это виртуозная игра. Но когда включается сердце, открываются навстречу сердца зрителей, это удивительно. Не все музыканты вот так работают. Никакой фонограммы и минусовки. Алексей Архиповский извлекает из своего инструмента невероятные звуки. Балалайка временами звучит, как клавесин, временами, как гитара. А иногда создается полное ощущение, что на сцене играет оркестр. Это действительно общение наедине, хотя присутствует много народу при этом. Но именно наедине рождаются какие-то интересные беседы у меня. Я обращаюсь к ней за помощью, чтобы забраться повыше. И его друг, а именно как о живом существе, говорит о балалайке музыкант, помогает ему. Алексей признается, что иногда может целый день не брать ее в руки, ведь и друзьям в общении иногда нужна передышка. Кстати, его балалайка – инструмент уникальный. Булочкой это у меня сделали в 1928 году в Питере мастер Галинес. Музыку Архиповского не зря называют искусством не на каждый день. Искусством для гурманов, для настоящих ценителей прекрасного, будь то театр или музыка. Искусство золотой маски, искусство Архиповского, то, что мы сейчас видим на сцене, мне кажется, это примерно одной категории уровень. И то, что Северсталь приводит золотую маску, и то, что медиа-центр привозит вот такое искусство, это все в купе и дает, я считаю, совершенно иного уже уровня культурную жизнь Череповца. Я всех нас могу с этим только поздравить. Очень тепло о череповецкой публике, об атмосфере в зале отзывался сам музыкант. Зрители мне очень здесь нравятся, здесь тепло, здесь хорошо, здесь люди внимательные и чувствительные. А зритель? Такой очередь за автографами, которая выстроилась после концерта, я, честно говоря, не припомню. Светлана Валивач, Анатолий Холин, новости. И о спорте. Хоккейная команда Северсталь потерпела поражение. В матче чемпионата КХЛ в самом южном городе Лиги череповчане уступили команде Сочи. Игра для Северсталя сложилась неудачно. В первом периоде наша команда не смогла воспользоваться пятиминутным удалением в составе хозяев площадки, а за три секунды до перерыва пропустила шайбу. Во второй и третьем матче ветеран Сочи Петр Счастливый еще дважды поразил ворота Северсталя. На 45-й минуте матча Максим Трунев один гол отыграл, но сочинцы восстановили разницу в счете незадолго до финальной серии. В итоге 1-4 поражение Северсталя. Я хочу сказать, что соперник победил заслуженно, потому что большую часть матча играл лучше. В численном неравенстве сегодня мы сыграли очень плохо. Пропустили два гола в меньшинстве, ничего не создали, играя, имея одного лишнего. И три гола из-под ворот, сдобивание – это, конечно, большой вопрос к нашей обороне. А волейбольная команда «Северянка-2» упрочила свое лидерство в чемпионате России в высшей лиге «Б». Очередные матчи череповчанки проводят на своей площадке в спорткомплексе «Юбилейный». Накануне «Северянка-2» встречалась с аутсайдером своей группы. На первом этапе чемпионата команда из Тула череповецкие девушки сыграли очень уверенно. Тульская команда не смогла оказать серьезного сопротивления. Дело фактически закончилось разгромом 3-0. Показательный счет второй партии – 25-10. Только в третьем сете тульские волейболисты смогли навязать борьбу, когда череповчанки начали игровые эксперименты. Это уже пятая победа «Северянки-2» в чемпионате. Одержали победу и баскетболисты Вологодской Чевакаты. Накануне они обыграли турецкий клуб «Эдерный спор». Легкой прогулкой для волокжанок игру назвать сложной. В третьем периоде они уступали соперницам – 19 очков. Определил исход встречи четвертый период. Желто-синий заработали 22 очка, в то время как турчанки только 2. В итоге подопечным Дмитрия Донского удалось спасти матч и завершить его в свою пользу 65-62. Несмотря на результат, в волокжанки заставили изрядно понервничать и болельщиков и тренерский штаб. Да, действительно, очень нервная игра. И я благодарен девчонкам, благодарен и зрителям за такую сумасшедшую поддержку, что это нам придало силы концовки матча. И, конечно же, матч складывался для нас очень непросто. Команда соперников просто показала сумасшедший какой-то процент. И двух- и трехочковых бросков практически все залетало. Но так продолжаться, в принципе, всю игру по логике не должно. Продолжение следует... Там тоже можно смотреть новости, причем в прямом эфире. А впереди выходные. Проведите их с пользой. Хорошего настроения и всего доброго. Увидимся на канале 12. Субтитры подогнал «Симон»!